Выхода в море три недели. Надо успеть отремонтировать флот. Владимир, между делом, рассказывает рыбацкие байки, как ловил в водах Каспия белугу. Почти два метра длиной и весом под 200 килограммов. Я вырос на сетрах. На рыбзаводе их тут сколько? Производство было в советское время. Икорный цех. За границу продавали икру. А вы сами-то ее ели ложками? Ложками ели. Если повезет. Теперь совсем не везет. Каспий будто обиделся на рыбаков. Раньше кормила сетрами. Теперь только сазаном, щукой, судакон. Браконьеры варварски истребили все маточное поголовье. Они и сегодня не останавливаются. Вот это лишь одна браконьерская сеть, которую достали инспекторы из реки. Сейчас выпускают рыбу обратно. Здесь сазаны, карпы, щуки, караси. Была даже стерлядка осетровая, которая в принципе запрещена для вылова. У браконьеров своя рыбалка. Закидывают сети и наблюдают со стороны. Через некоторое время собирают орудие лова и на берегу раскладывают рыбу по ящикам. Ее отвезут на рынок и сдадут перекупщикам по 60 рублей за килограмм. Вы понимаете, они уже уничтожают маточное поголовье. Они же истребляют все, что есть в Каспии. Понимаете? И мелкую рыбу, и крупную. Они же не выбирают. Они берут все подряд. 10 лет ученые бьются, чтобы восстановить популяцию осетровых. Из икры получают молоть. Трехграммовых мальков выпускают в акваторию. Но чтобы рыба выросла, должно пройти 15-20 лет. Выживает всего 3%. Такие загрязнения, как различные нефтяные пятна, которые у нас бывают на Каспии, различные пестицидные загрязнения, они тоже влияют на темпы роста, на выживаемость данной молоты. Научные сотрудники ходят в морские экспедиции изучать подводный мир Каспия. До сих пор проводить исследования могли только в территориальных водах России. Но рыба постоянно мигрирует. Надо каждый раз стучаться к соседям. Нам бы хотелось посмотреть, в каком состоянии находятся популяции многих видов и у берегов наших партнеров. Необходимо, чтобы все стороны были согласны это делать. Такое согласие мы достигаем далеко не всегда. Теперь, когда конвенция подписана, Каспийское море обретает дипломатические берега. Договариваться станет легче. Вопросы самые разные. От экологии рыболовства до обеспечения безопасности. Каспий закроет для чужих кораблей. У России здесь своя Каспийская флотилия. В настоящее время ее перебазируют из Астрахани в Дагестан. На этой неделе там побывал министр обороны Сергей Шойгу. Визиты рабочие предполагают усиление морской группировки в регионе. В Каспийске уже началось строительство современной базы ВМФ. Боевое дежурство на депатории моря несут истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Вторым помощи является флот Ирана. На вооружении свыше 50 боевых кораблей. Воды Каспийского моря патрулирует иранский эсминец «Джамаран». США и НАТО задумывали развернуть свое присутствие на берегах Каспийского моря и разместить там свои вооруженные силы. Но по этому соглашению размещение военных баз и присутствие иностранных судов в Каспийском море запрещено. Было решено, что любой корабль, желающий плыть по морю, должен делать это под флагом одного из пяти прибрежных государств. Все иранские телеканалы на этой неделе обсуждают конвенцию по Каспию. В Иранском министерстве иностранных дел заявили, страны при Каспийского региона провели встречу в абсолютно дружеской обстановке. Иран был единственной страной, которая не соглашалась идти на уступки. Компромисс удалось достичь только сейчас, когда вновь обострились отношения с Вашингтоном. Мы открыто завели иранский народ, что полностью соблюли и отстояли интересы страны, выйдя из двух важных пунктов, которые угрожали интересам Ирана. Оставшиеся пункты весьма выгодны. Иран под санкциями. Ограничения на экспорт нефти и газа, полная изоляция от мировой банковской системы, рост цен, национальная валюта рухнула, предпринимателям нечем рассчитываться за товар. Так лишь в одном астраханском порту экспортного леса 18 тысяч кубометров. Его еще в мае должны были отправить по морю в Тегеран. Центробанк Ирана на сегодняшний день испытывает большое давление со стороны Америки. Доллар вообще запрещено. У них национальная валюта упала. Они могут оплачивать товар со стороны Ирана. Но судно под иранским флагом все-таки заходит в российский порт. Начинается от бруска кукурузы. Так исторически сложилось, что Каспий – это центр караванных путей. На морском побережье в Туркменистане открывается новый современный порт – крупнейший логистический центр. Потенциал открывает и возможность для значительного расширения многостороннего взаимодействия в экономике, торговле, а также и в инвестиции. В недрах моря огромные запасы нефти и газа. Но у Туркменистана, например, очень мало экспортных рынков сбыта. В настоящее время свой газ они экспортируют только в Китай. Здесь надеются, что конвенция откроет вентиль туркменскому газу.